Приветствую вас! Вопроса как такового вы не задаете, но мне бы хотелось вам сказать, что, понятно, у вас накопилось очень много негатива, очень много безысходности, очень много отрицательных эмоций, вы наверняка не видите никакой надежды в данном случае, в данный момент, но понимаете, в чем дело, можно с вами, вместе, конечно, вашу жизнь изменить, ее можно изменить к лучшему, и возможно это только в том случае, если вы сами решите для себя ее изменить. Не будете ждать, что мужчина начнется сам что-то менять. Не будете ждать, что мужчина начнет как-то менять свое поведение, потому что ему это не выгодно. Он достаточно хорошо устроился, ему удобно то, что происходит сейчас у вас, и менять ничего он не будет. Вопрос у меня в другом. Громе того, что указал вам мой коллега, хочется заметить, что вот это вот ваш второй брак. И уже остаток брак, условно говоря, складывается таким образом, что вы явно в нем не счастливы. И возникает вопрос к вам, а как же вот так получилось, что в первом браке у вас отношения не сложились, Второй брак в то же время не складывается. Наша проблема заключается в вас, значит, вы своим поведением сами неосознанно создаете такие ситуации. Вы сами своим поведением неосознанно сформируете подобные вещи. И логично будет задать вам тогда такой вопрос. А что именно? Какое именно поведение ваше создает такие условия и такие предпосылки для подобных ситуаций? Что вы делаете? Почему так получается у вас? Вот с этим нужно разбираться. Понимаете, если вы хотите свою жизнь изменить, мы можем помочь вам это сделать. Для этого вам нужно понять, что придется действовать непривычными способами. Придется использовать те модели поведения, которые кажутся вам сейчас неподходящими для вас. И так далее. То есть вам нужно, по сути дела, решиться на то, чтобы стать хозяйкой своей жизни. Чтобы нести ответственность за свою жизнь самостоятельно. Чтобы не прикладывать часть этой ответственности на другого человека. Например, на вашего мужчину, на вашего мужа. И первый вопрос, который вам нужно для себя разобрать, это почему вы до сих пор с этим мужчиной вместе. Что вас удерживает с ним? При всем его к вам отношении, да, при всем его поведении, вы все равно до сих пор с ним. Вы пытаетесь отношение, как это ни странно поправить. Вы пытаетесь направить его и себя вместе с ним к психологу. Он, конечно же, этого не хочет, безусловно. И в итоге, в итоге все остается так, как сейчас. То есть мужчина что-то менять не хочет. Как я уже вам сказал, у него нет оснований для того, чтобы что-то менять. Ему это попросту не нужно. Но нужно вам. Значит, вам же нужно брать ответственность, наконец, за свою жизнь. И, что важно, за жизнь ваших детей в свои руки. И принимать решения такие, которые, может быть, вам и неприятны. Может быть, они вам как-то не нравятся. Но эти решения единственные, что может изменить вашу жизнь. И весь основной спектр проблем касается только того, как и почему вы оказались в такой ситуации. Почему вы позволили с собой так обращаться, например? Почему вы дали мужчине возможность считать, что он имеет право так себя с вами вести? Откуда вас вот эта вот покорность? Откуда вас вот это вот стремление, желание оставлять или, лучше сказать, пускать все на самотек? Как вы к этому пришли? Определенно, что первопричина этого кроется в, либо в первых отношениях с вашим мужем первым, либо еще раньше, когда вы, например, столько формировали себя как личность. Это может быть детство, например, это может быть подростковый возраст. И вот тогда у вас и начались проблемы. Что-то пошло не так, из-за чего вы стали себя недооценивать, из-за чего вы стали обладать низким уровнем самооценки, любви к себе, самоуважением. И из-за этого получается то, что сейчас у вас есть. Понимаете, мужчина, конечно, не прав в своем отношении к вам. Но, как это ни странно, в отношениях люди всегда поровну разделяют ответственность за них. И если мужчина ведет себя определенным образом, да, значит, неприемлемым образом, да, плохо он себя ведет, это безусловно понятно, это мы даже не обсуждаем. Но за это ответственны, к сожалению, и вы тоже. Потому что вы своим, вероятно, пассивным поведением, или лучше сказать, наверное, здесь пассивным согласием позволили мужчине так себя вести. И до тех пор, пока не будут ясны причины такого поведения вашего, до тех пор, пока не будет понятно, почему вы так позволяете с собой обращаться, вам нельзя будет помочь. Я рекомендовал бы вам настраиваться на то, что с этим мужчиной вам не по пути. Потому что мужчина не уважает вас своими действиями, он показывает, что не уважает и себя тоже. А это значит, что ни вам, ни вашим детям он не сможет дать ничего хорошего. И вам желательно настраиваться на дальнейшую, будущую свою жизнь без него. Но при этом вынести урок и из ситуации, безусловно, и из работы с психологом, которая вам необходима, и не допускать больше подобных вещей. Не допускать в отношении себя определенных поведенческих элементов, которые вас, например, не устраивают. Прислушиваться к себе, доверять своим желаниям, не загонять их внутрь, вглубь себя, а напротив активно их выставлять, продвигать, защищать и отстаивать. И вот только подобным поведением вы можете рассчитывать на то, что в вашей жизни что-то изменится. Только подобным поведением вы можете обеспечить себе счастливую жизнь, не только даже себе, но и вашим детям. Без данных вещей, без подобных моментов, без того, что я описал, к сожалению, нельзя гарантировать, что вы обретете счастье и сможете решить свои проблемы. Я надеюсь, что вы примете верное решение относительно своей дальнейшей жизни. Я надеюсь, что вы примете такое решение, что запишетесь на работу к психологу и проработаете с ним свои проблемы. Надеюсь, что вы это сделаете, потому что это для вас очень важно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи. Желаю вам всего доброго и удачи.